Анатолий, мы рады приветствовать вас в нашей мобильной студии телеканала РЖД-ТВ. Стартует 10-й юбилейный международный железнодорожный бизнес-форум. 10 лет. Много это или мало? Наверное, для нас это очень много. Я на этих форумах с первого года. Первый год я был гостем, как и все остальные, наверное. Первый и в последний раз воспользовался всеми благами, которые мы устраиваем здесь для участников. Этот форум на самом деле еще необычен тем, что готовили мы его не год, как все предыдущие форумы, а два года. Потому что какие-то мелочи или большие, наоборот, крупные вещи на девятом форуме мы для участников притаили. И какие-то красивые фишки, интересные идеи пытались сохранить для юбилейного форума. И поэтому, несмотря на то, что в стране кризисные явления, мы надеемся, что наши участники этого не заметят. Наоборот, форум будет необычным, красивым, ярким и замечательным событием, как и все предыдущие годы. А название первого заседания 10 лет в формате доверия. Каким было это доверие? Как вы его ощущаете? Какая отдача идет? Если говорить о железнодорожном рынке в частности, в целом, в 1520, то, наверное, железнодорожники – это единственное объединение профессиональное на территории бывшего Советского Союза, которые сохранили между собой профессиональные связи, сохранили общие интересы и продолжают достаточно централизованно отстаивать собственные интересы в сложной экономической ситуации. При этом надо сказать о том, что, безусловно, у каждой страны существуют свои интересы, безусловно, многое играет то, что страны, входящие в 1520, входят в разные экономические союзы. Но при этом надо дать должное о том, что в рамках стратегического партнерства 1520 и других объединений, которые объединяют железнодорожников, они находят общие точки соприкосновения. И, в принципе, если говорить об этих 10 годах, то все решения, которые могли бы быть приняты для улучшения транспортировки грузов на пространстве Евразии, были воплощены силами профессионального сообщества. Если говорить о доверии к нам, к организаторам в 1520, то, безусловно, мы это чувствуем из года в год, потому что круг участников форума, несмотря на то, что постоянно расширяется, он в то же время однороден. Очень много людей, которые все 10 лет посещали этот форум. А если говорить о нововведениях этого года, юбилейного форума, то какие они? Ну, с содержательной точки зрения мы в очередной раз выполнили свою задачу, которую мы себе ежегодно ставим, математическую, так скажем. Мы каждый год стараемся обновлять состав экспертов и спикеров на 30%. В этом году нам это, опять же, удалось. Безусловно, успех о том, что, несмотря на те условия, в которых существует сейчас Россия и Российская Федерация, большое количество иностранных участников присутствует, как среди участников, так и среди спикеров. Причем это люди весьма весомые в экономической жизни Европы и Азии. И, соответственно, те постулаты, те мысли, которые они здесь высказывают, надеемся превратятся в правильные решения, которые будут реализованы после форума. В этом году мы постарались в содержательной программе форума отразить 10, ну, изначально это у нас называлось 10 рецептов для железнодорожного транспорта, для железнодорожного рынка. В итоге это трансформируется в 10 идей для роста. Соответственно, все секции названы идеями, на которых мы собираемся выслушать от участников те аспекты, те вопросы, которые сейчас волнуют рынок, для того, чтобы найти приемлемые условия для всех участников рынка. Ну, а если говорить о нововведениях, безусловно, там, форум всегда был технологичным. С самого первого года мы высоко подняли планку. В этом году мы в очередной раз обновили мобильное приложение для всех участников. Надеемся, что оно будет востребовано всеми, и всю актуальную информацию оттуда можно будет скачать и получить. Ну, и, наверное, все на данный момент. Ну, тема кризиса, она ведь наверняка будет вплетена в повестку форума, и я бы хотела, чтобы вы рассказали, что значит такой урок оптимизма, финальная сессия. Ну, в идее номер 10 мы хотели получить некий стратегический взгляд на то, каким сообщество транспортное видит железнодорожный транспорт на дальнюю перспективу. Безусловно, есть стратегии 2030, по которой живет РЖД последние годы, которые, к сожалению, актуализируются, исходя из нынешней экономической ситуации. Но мы хотели бы посмотреть дальше. Мы хотели бы заглянуть на горизонт до 2050 года. Много идей, иногда фантастических, которые существуют на транспортном рынке. Сейчас, к примеру, много говорят о 3D-логистике, так называемой, когда уже некоторые компании с помощью 3D-печати. Могут доставлять свою продукцию мгновенно. Безусловно, пока это только эксперименты и некие игры, но думаем, что как раз в промежутке 2050 года это все станет реальностью, которая во многом перевернет мир, как когда-то это сделали мобильные телефоны, гаджеты и так далее. Не могу не спросить о своих коллегах-журналистах, сколько здесь заявлено. И когда они рассказывали о желании участвовать, какие цели стоят перед ними? Я имею в виду иностранные средства массовой информации. То, что касается журналистов, то, наверное, в общей сложности это порядка 200 человек, представляющих порядка 60 изданий, работающих на форуме. Наверное, третий из них это как раз зарубежные журналисты. Безусловно, на мой взгляд, будут интересовать вопросы, связанные с теми инициативами, которые в последний год появились на транспортном рынке. Наверное, создание ТЛК, объединенной транспортной компанией, будет активно обсуждаться в средствах массовой информации. Ждем мы нескольких подписаний, которые тоже, наверное, покажут рынку некий оптимизм в развитии железнодорожного рынка. И надеемся о том, что по факту журналисты найдут больше оптимизма в речах наших спикеров и участников, чем каких-то пессимистических оценок. Все-таки бизнес-форум – это площадка для принятия решений или задел на будущее в отношениях глобальных? Ну, наверное, то и то. Мы, безусловно, часто делаем некие замеры. Наверное, самое значимое, которое мы когда-то сделали на одном из региональных форумов, который проходил в Таллине, не в Эстонии. Мы сделали такую некую карту, 10 шагов, которые надо сделать для того, чтобы увеличить транзитный поток через страны Балтии. И спустя полгода уже на форуме в Сочи подвели итоги, какие из этих 10 шагов были сделаны, а что не получилось сделать. Ну, и выяснилось, например, о том, что многие шаги были сделаны. Наверное, 8 из них были сделаны до конца, и идеи были реализованы. По двум другим на тот момент решения еще не были приняты. Но практика показывает о том, что через год, через два те вопросы, которые обсуждаются в транспортном сообществе на форуме 1520, получают положительный результат и чем-то всегда заканчивается. И все-таки, если говорить, чем будет отличаться юбилейный форум от форумов предыдущих лет? — Много в этом году, безусловно, будет сказано о высокоскоростных магистралях. Потому что если в прошлом году были вопросы, будет этот проект реализован или нет, говорилось много о том, что нужен он или не нужен. Сейчас, в общем-то, решение принято, на правительственном уровне выделены деньги. И, соответственно, то, что касается тематики высокоскоростного движения, уже будет обсуждаться реально в практической плоскости. Для этого сюда приезжают главы, мэры городов, которые входят в проектируемую трассу Москва-Казань. Здесь будет подписано несколько соглашений, связанных с этим. В том числе приезжает китайская делегация, которая подписывала 8 мая договор на проектирование высокоскоростных магистралей. — Испытываете ли вы, как организатор, волнение перед началом такого масштабного события? — Ну, не знаю. Наверное, я бы сказал, что года 4 назад волнение было последний раз. Не сказать, что мы опустили руки, нельзя этого, безусловно, сказать, потому что мы, безусловно, каждый год готовимся как в первый раз и стараемся предусмотреть все детали, все мелочи, из которых складывается успех форума. И, безусловно, волнение, я бы сказал, заканчивается в тот момент, когда проходит церемония открытия форума. Вот когда ролик открытия начался, звук пошел, свет погас и так далее, вот если мурашки по коже побежали, значит, все хорошо. — Ну что ж, я вас поздравляю. Я думаю, я желаю всем активной деловой работы. И я думаю, мы обязательно встретимся и подведем еще итоги. — Спасибо большое. — Спасибо. — Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok